Председатель совет ветеранов Пушкинского муниципального района Борису Альбину Чайнину Григорьевну. Деяна Китовна, мы никогда не забудем эту крупную женщину, маленькую, с большим-большим сердцем. Она была не только основателем Дома Дружбы, она была еще и председателем Кривичной организации Запада. И для нас, ветеранов, в Доме Дружбы всегда находилось место. Там было тепло, уютно, и нас всегда там встречали с радостью. И я хочу от всей души пожелать новым руководителям, чтобы вот это тепло и доброта Камбеева Хитовны остались с вами навсегда. С поздравлением, слово предоставляем региональной татарской национальной культурной автономии Мухтазару Фариту Шамильевичу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги. А с вами мы сегодня присутствуем на очень знаменитом событиях. С одной стороны, юбилей, а с другой стороны, вспоминание нашего здорового человека. Благодаря которому эта организация существовала и существует и заложена основа деятельности на дальнейшем. Это очень ценно, очень важно. АПЛОДИСМЕНТЫ Хамиль хочет быть, наверное, и я тоже знаю. А с самого начала, в конце 90-х годов, когда мы начинали объявления на улице Красной области, мы начали встречаться, создали оригинальную автономию. Потом пошла волна объявления в Савантуй. И, конечно же, вот я именно с Олегом Егориевичем в 2003 году вот так вот провели областы Савантуй. Он был третьим. Я помню вот орищительство Хамиева Хитовича с тех пор год. Представьте, мы начали с Абантуи в 2005 году. Один с Абантуи, второй с Абантуи. Планируем совсем ***, а ее не с Абантуи. Говорят, да, 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 и вдруг в последний момент в апреле месяце идет, оказывается, мы ***. Тогда я говорю, вот такая ситуация, мы готовы, да мы возьмемся. В конце апреля, уже через неделю-две мы собрались уже, рабочая группа, и мы провели здесь областы с Абантуи. Я думаю, что вот это вот движение, мне кажется, Олег Григорьевич, это дало толща к тому, что Дом Дружбы, знаете, выставил из-за инициативы, вот этот процесс пошел, а мы ***, инициаторы с самого начала, что Дом Дружбы нужен, он необходим. И вот этот Дом Дружбы стал примером для всей Московской области. Инициативы, которые появились рядом, Дом Дружбы, о нем говорят. И я в своем городе Дубне 10 лет пел эту песню. Я говорю, вот в Пушкино есть Дом Дружбы, давайте создадим у нас. И в 2013 году, я сюда привозил нашу администрацию, показывал Дом Дружбы, я говорю, вот реально существует, вот работает, вот собрались, давайте создадим. И вот в 2013 году, в конце концов, и наши созрели, и создали Центр на Санкт-Петербурге. И сегодня он уже тоже, могу сказать, известен в Московской области, благодаря активной работе руководителя Центра Алексеева и Лилии Владимировны. А мы ей помогаем. И Центр тоже работает и с детьми, и с молодежью, и со старшими, и объединяет все национальности, которые активны. И это очень важно, нужно, и мы считаем, что именно это направление надо развивать и развивать. В каждом городе, районе должен быть такой Центр, который объединяет все национальности. Это очень важно и очень нужно. И Хамья, военно очевидно, действительно, за эти годы она приобрела большой авторитет. Я уже даже, когда провали последний путь, говорил, как-то поехали на освещение, на селье Северного конгресса ТАТА в этом году. Ко мне подходит эта женщина, а как ко мне поживает? Я говорю, а вы откуда? Я ее не знаю. Вот, вы оттуда, оттуда, мы себе пересекали здесь на освещении. Вот такая женщина, говорит, это вот там. В исполковье Северного конгресса ТАТА знают. В Федеральном национальности на втором ТАТА, полтреться ТАТА встана. Все знают, все тогда с Абаленту не прислали. И все, конечно, знают, сколько много она вложила под создание и движение вот этой организации. Мне очень приятно, всегда на тепло взывался, когда, ну да, вот сидят наши дорогие женщины, вот, ласково говори, меня обеляли, меня обеляли, да, поднимай. А эти обеляли и вкусно бегут, и хорошо поют, и что только они не делают. И когда, значит, приезжает гость, они всегда гостеприимно примут. И вот наша последняя, конечно же, встреча была такая масштабная, это, наверное, 15 Сабантует, он юбилейный был, мы провели здесь же, с Ханди Вагитиной. И вместе с ними, когда поехали в Татарстан, наши делегации, наши делегации, она мне звонит, говорит, вот мы едем туда, в Мамадычский район. Наверное, там есть дом пристарелок, наверное, есть там где-то дом. Давай поедем что-нибудь, подарок поднимем, давай возьмем. И вот я говорю, бери, вот так вот все, купили подарки, поехали. Приехав туда, мы сразу включили этот график, нас повезли, совсем даже далеко довольно ехали. Приехали, посетили один дом, посетили другой дом, подарки подарили, в общем-то, и вот так вот оказали внимание вот этой стороне жизни. Вот это то, что сидеть внутри человека, не просто поехать в гости, а действительно оказать внимание людям обездано. Это очень ценно, очень важно. И вот у меня, когда мы сидели, на траке я по плану тоже переговаривались, так прозвучало такое слово, общество работает как наркотик. Это действительно наркотик, действительно наркотик. Я зато по себе знаю, это наркотик неплохо, в связи с вот ты вошел сюда и не выйдешь уже оттуда. Вот так же Ханди Вагитина, она вошла в воду, она уже не вышла, она уже в этой струе. Она работает, она везде, куда вы не шла, я думаю, а как вот этому помочь, а как вот этому помочь. Я из Урс, я всегда слышу, вот Сохринская бригада, а вот отец Феофан. Вот я отца Феофана с ним еще не знакомился, еще никогда. Вот сегодня первый раз видел на экране, но я знаю, о нем уже 10 лет. И вот он помогает, вот он делает. Вот это вот очень ценно, очень важно. И мне кажется, конечно, это неизбежно, то, что мы уходим, но важно, как остается дело. И человек на земле он живет, если то дело, которое он создал, он продолжает жить. И вот мое пожелание, конечно, мое личное, это именно регулярная автономия, да? Действительно, хорьбатле, эмилар, повайлар, блямдар. Зумно подморозно за большие силы, да? Но давайте постепенно готовить и подрастающее поколение, чтобы к нам пришли сюда наша молодежь, наши дети, наши внуки. Потому что вот это должно быть, тогда будет наше продолжение. Это для всех нас важная и нужная задача. Я считаю это. Согласны? А теперь я хочу вручить небольшой подарок. Это первое. Значит, вот в этой папке, значит, мне прислали телеграмму и просили довести до вас от имени Полбреста Татарстана. Ну, в папку вложено, я все не читать не буду. Заместитель премьер-министра Татарстана, Полбреста Татарстана, Ави Калимович Ахмедшин, он просил и прислал телеграмму поздравления с 20-летием. И он еще раз выражает и восхищение, и пожелание именно помнить вот нашу дорогую Ханни Вахидовну. Это вот первое вот поздравление. А вот, полбреста Татарстана. Где у нас дорогая исполняющая обязанности полицейская. Вот, это вот одно. И второе, вот тут уже сервис передали, но он же не ограничен пока, не так ведь, да? И тот сервис, который при поточке уже от нас, он наполнит и увеличит возможность еще чаепития для большего количества людей. Я бы хотел еще сказать. Вот Ханни Вахидовна, она всегда, вот, никогда не штанала, никогда не плачала, нет денег, ничего нет. Она говорила, Я бы хотел на трибуне Гульнару. Гульнара точно как не победная. Гульнара Семеновна, тебе не заберут. Вот. И вот. Ага. И вот этой Гульнаре, хотя она меня торопит, но я должен эти слова сказать. Значит, вот она, ее сестренка, они вложили много сил, поддержку и всегда поддерживали. Она всегда с восторгом выражалась на них, всегда говорила с восторгом. Сурия Ахмад, можно сказать, Гульнара, тебе лично хочу вручить. Вот здесь вот наша книга, которую мы издали, Татарь, там в Московье. Я еще раз покажу для всех, чтобы вы видели. Вот такая книга. Она в центре национального хрена есть, но вот эта книга, она будет и в вашей семье. Там есть Афурскина и Ахамни Вадиме. Это первое. И здесь же вот изданы газеты, специально в газете Татарский, в одиннадцатом номере, это большая садьба, священная камня и война. Это тоже память о ней. Будьте аплодисменты, господа, 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 будем вместе, будем мирными. Спасибо. Спасибо всем.